А я потом принесу, наверное, стул второй еще. Сходи за вторым стулом. Так, вот нам несут кофеечек. Саламат. Ё-к, Саламат. У нас тут идея родилась. Мы сейчас будем отвечать вам на комментарии. Так, мы будем отвечать на комментарии, которые были написаны под видео. Подарок для бати Корольфруктов, короче. Батя Корольфруктов. Да, бати Корольфруктов. Сейчас что-нибудь смешное найду. Извините, но кто-то тут написал правду. Видосы постные, ни о чем. Пошел, поел, дрон выпустил, опять поел. И видишь, что недовольное лицо Мамайи. Мамамамайи. Что ты можешь сказать по этому поводу? Говори. Почему у нас постные видео? Ну, с какой точки зрения посмотреть? Можно сделать пакоси с постным лицом, а можно делать какую-нибудь радостную вещь тоже с постным лицом. От лица не зависит настроение человека, его отношение к тебе. Это, во-первых. Во-вторых, она не Мамая, а Мэлинджин. Это мы имеем право ее Мамайкой звать. Потому что она наша. А вы, пожалуйста, пишите, как оно есть. Мамай. Мамай. Хотя бы. Дружище. Так, Надежда Цибикова пишет. Почему не делайте уборку? Подмести недолго. Почему не делаем уборку? Ну, как говорится, в чужих руках всегда хер толще, да? Поэтому я могу сказать одно. То, что вы не видите, это не означает, что там никто ничего не убирает, никто ничего не подметает, никто ничего не моет, да? И, во-первых, если только ради того, чтобы сделать видео, я буду подметать, то это не видео будет, а хрень господня, потому что это постановка. Поэтому, если вы видите, что там не убрано, значит, мы живем просто так, как мы живем. Я не думаю о том, что у вас у всех там идеальный порядок уж. Поверьте мне, как бы я не любил вылизывать, свою квартиру, все равно где-нибудь косяк был. Вот. И могу сказать, что зачем убирать то, что не твое? Вот если у нас там срач был во дворе, так это не наш срач. И сейчас уже убирать. И сейчас там уже вылизали все. Поэтому вы смотрите, смотрите. А комментарии-то вы раньше времени не пишите. Вот. Тут Ольга Неврова пишет. Привет всем. Очень люблю смотреть ваши видео. Природа необыкновенная, красивая. Хочется узнать, если змеи, они заползают в жилище. Во. Хороший вопрос. Спасибо за него. Змеи есть. Одна из них сейчас с вами разговаривает. Она может заползти по пьяни в дом. Ну так... Не, а если серьезно, змеи есть. Я это я шучу, вы понимаете. У нас даже видео есть. Да. Змеи, конечно, есть. Они прячутся. Они в дом не лезут. Лезут. Забыл, когда на кухню залезли? У нас не лезут. Забыл, на кухню залезли у нас и только сел. Это не змея. А что это? Это Рад Снэйк. Короче, могут и залезть, но не знаю. Ну не было такого, чтобы там сильно страшно было. Потому что Рад Снэйк это типа нашего лужа. Не страшно. Страшно тому, кого едят. Вот, частица вселенной. Посмотрели ваше видео о покупке недвижимости на Филиппинах и заинтересовались, а какие в стране цены на коммунальные услуги? Например, насколько дорого жить там в кондоминиуме? Вот про кондоминиум, кондоминиум, ничего не скажу. Потому что нам озвучили только стоимость жилья. Коммуналка, скорее всего, идет так, сколько вы потребите, как и у нас дома в России. Да, то же самое. Единственное, что мы сейчас снимаем, и у нас на человека 100 писо за воду идет. Канализация бесплатная. Электроэнергия дорогая, да. Я не знаю, сколько писо, 20, наверное, киловатт. Я даже не скажу. Но у нас вместе уходит почти 2000 писо на электричество. Ну, 2000 писо вот на все там. И фены работают, и все. Не могу сказать, врать не буду. Держи правильно эту штуку. Меня еще обвинят в том, что я ем. Так, я вот так его опущу. Наверное, больше у меня сверху вниз. Так. Близ. Вопрос. Так, сейчас. Близ соцвет. Так, сами покушали. Юлька пишет. Юлька? Юлька. Сами покушали. А отец в пролете, как всегда. Жаль. Уважение должно быть к отцу. Согласны? Вы знаете, можно показывать уважение к отцу, да. И при этом его люто ненавидеть. То есть, если мне что-то не дали, это не означает, что я этого хотел. Вот и все. Вот, тот же отвечает. Ну, Майя, Ваня уже как шкафы. Мы здоровые как шкафы. Я тоже как шкаф. А папа весь больной, без сил и слабый. Да, папа слабый и больной, потому что он реально болел. И лежал две недели. Потому что у меня была температура. Что-то нормально. Ну, у меня, когда сюда переехал, тоже первый, наверное, не знаю, год я болел. Каждые там, каждые два-три месяца у меня с температурой лежал. Поэтому это нормально абсолютно. Так. Дуриан у вас незрелый. А Лариса пишет. Маленький. Наверное, когда зеленый, то он восхитительный по вкусу. Обычно его продают уже разделан. Только середину. Это смотря где покупать. Если покупать в супермаркете, то да, там будет разделан и в холодильнике лежать. Если вы просто проезжаете по дороге и видите, как кто-то продает, у кого-то есть плантация, кто-то продает на дороге дурианы. Естественно, эти дурианы будут, они вряд ли будут, ну, они предупредят, что он не спелый. Мы купили спелый, это просто сорт такой. Он был очень вкусным, очень вкусным был дуриан. Мне пришлось все съесть, потому что батя не очень хотел. Да ладно, врать-то вы... Они меня опять обжали. Да не, шучу. Я тоже... Майка не ела. Майка не ела. Кофе исключительный. Подарок он может на свою пенсию себе в фуру купить. Это про... Дуриан? Да, дуриан. Не, не куплю. Не хватит денег. Мои пенсии вообще тут ни хрена не хватит. Я когда говорю в филиппинскую, какая у меня пенсия, они чуть не плачут. Говорят, господи, ты же белый, как же так нищий живешь. Американцы, да. Они живут. Многие пишут по поводу, что вонючий фрукт. Да, он вонючий, но мне нравится. Даже запах нравится. И многие пишут, что в отель не пускают с этим фруктом. Ну я же не в отеле мне пускаю. Да, мы же не в отеле живем, нам можно. Я могу навонять там, где хочу, мне все равно. Я у себя дома. Так вкусно поели с женой, а папку ветку привезли, Татьяна пишет. Старожукова. Он вышел, его ошатает. Так, видно, похудел. Видно, что еще не здоров. Варите ему хоть бульоны куриные. Уж кусок курицы можно купить. Ну вот, как будто человек рядом стоял и все это видел. Батя вышел из темной комнаты, его зашатало, потому что он все это время спал. Вы как, выскакиваете, вы порхаете там что-то по комнате? Ясен был, что я шел так его. Для папы спать на полу очень вредно. Сколотите себе хотя бы примитивную кровать. Так, ребята, вы меня уже, честно говоря, достали. Как я сплю и где я сплю, это мое личное дело. Я вам могу просто пояснить, чтобы вам было понятно. Когда я приезжал в бабушке Псков, я на кровати не спал. Я всегда норовил сплюхнуться на пол. Я сам говорил, я хочу спать на полу. Поэтому, почему это так происходит? Потому что я люблю раскинуть руки-ноги, да, я не сплю, как у таков. Я ногу куда-нибудь задеру, там, еще что-то. Но я такой. Поэтому говорить то, что мне делать, ну, это, честно говоря, как-то, ну, не серьезно. Я же не буду спать, как женщина, да? Вот. Я мужик. И мне все равно, где спать. А насчет топчана я могу сказать. У меня топчан стояла кровать, стояла дома. Сейчас она стоит на улице, она мне нахрен не упала, эта кровать. Потому что первую кровать, которую нам подарили, ее сожрали чертовы термиты. И я когда на нее, попытался с нее встать утром, да, я провалился туда вниз. А на кой хрен мне нужна еще раз такая стрессовая ситуация. Я сплю на полу, там прохладно. Я лежу, как я хочу. Я могу вдоль лезть, поперек, по диагонали. Ну, вот, как он матрас, даже без матраса я лягу на пол. Все люди разные, вы поймите правильно. Поэтому я, конечно, очень рад, что вы заботитесь о моем здоровье, там, все это. Прекрасно, да, но... Не говорите, что мне делать, я не буду говорить, куда умыть. Так, Любовь Асмус пишет. Интересно, а вы готовите русскую еду? Борщ, применение, вареники, голубцы и так далее? Батя как-то приготовил. Я отвечаю на вопрос, что ты лезешь. Говори, да. Вот все время так. Короче, я решил сделать котлеты, пюре, ну, все это приготовил. Вот. Котлеты ел только один Андрюх. И орал, о, мидбол, мидбол. Ну, это мясные шарики, но это не шарик, котлет. Майка поковыряла немного это пюре. Ей не понравилось, она сказала, фу. Вот. Еще один был такой эпизод, когда я приготовил на день рождения ваш, да, по-моему? Угу. Я приготовил оливье. Естественно, все делал сам. Майонез сам делал, потому что здесь майонез наипоганнейший. Он сладкий какой-то, ну, противный, короче. И я делал сам. На перепелиных яйцах с лимоном. Ну, в общем, вы, хозяйки, знаете, как делается. Сделали оливье, нам пришлось с Ваней доедать весь этот тазик. Потому что, да, они попробовали, но особого ажиотажа не было. Поэтому какой смысл мне корячиться? Я потратил кучу времени, чтобы яйца нашинковать эти. Бегал по магазинам. Я потратил кучу денег на масло, потому что там оливковое масло надо идет, да. А подсолнечного масла вы тут хрен купите, его нету. Хотя написано Sunflower. Фиг вам. Обычное пальмовое масло. Даже запаха нету. Вот. Не едят они наши. Даже если я буду пирожки печь с начинкой, они их есть не станут. Просто не станут. Какой смысл мне время тратить? Я пошел, рыбу купил, сварил, или бог с ним, бумаги пожарил, или я пожарил. Все, проблем нету. А рис, между прочим, рис я ел еще когда студентом был. Я его обожал просто. Поэтому не надо говорить, что фу, рис, говно. Они то же самое скажут про картошку. Фу, картошка, дерьмо. Тем более она здесь дорогущая. На кой хрен мне тратить 200 писо, да, на этот килограмм картошка для риса куплю за 40. Ну, зачем лишние деньги тратить? Я могу есть спокойно рис, причем любых марок. Я могу различить, где жасмин, где регуляр, или как его называют, Вань? Жасмин, потом этот гонодор. Ну, красный, понятно. Вот. Ребята, ну, зачем делать то, что это не надо? Да еще я сейчас борщи начну тут варить. Ши. Не буду. Я вообще не понимаю этих людей, которые приезжают в такую страну и начинают там, ну, даже приезжают, к примеру, на месяц, на два, и нет, чтобы есть какую-то местную пищу, да, которую вы не поедите в России. Нет, они начинают делать борщи, там еще что-то. Но это, мне кажется, как-то глупо. Вы так не считаете? Да, покупать конфеты килограммами и раздавать детям. Так, вот тут еще есть такой интересный вопрос. Александр Тиморин пишет. А не хочется ли вам заняться фермерством? Спонсоры есть или лень? Спонсоры есть. Это утверждение, что они есть. Никто тебя спонсировать здесь не будет, если ты будешь заниматься... Так, можно я еще скажу свою точку зрения? Да, давай, говори. Вот, чтобы заниматься фермерством, да, здесь, тебе надо быть не туристом. У тебя хотя бы жена должна быть или муж филиппинцев. Потому что землю ты здесь не купишь. Если ты возьмешь в аренду, ты будешь платить за это. И аренда будет на, там, не знаю, 50 сколько-то лет. Ну, 50. Я понимаю, что человек может и не прожить 200 лет. Хотя все хотят больше прожить. Вот, ну, фермерством смысла нету здесь заниматься. Здесь очень большой рынок, конкуренция. Ну, и что такое фермерство? Я посажу 10 гектаров засею сахарным тростником. Кто это будет все обрабатывать? Я буду корячиться. Вот тут ответы такие. Ничего у них не получилось. И какие из них фермеры? Вы прикалываетесь? Не привыкли много спать и жить на отвезе. Пришел, поел, а вот спал по колу. А работать когда? Любовь пишет. Ну, вы знаете, понятие работа, ну, вот как вы считаете, человек, который пишет книгу, он работает или нет? Человек, который, допустим, снимает фильм. Он работает или нет? Почему вы считаете то, что я должен взять опять мастерок в руки, там, тельму, там, и погнал работать? На кого я буду работать, скажите мне, пожалуйста. Я работал на свою страну, и поэтому я получаю пенсию. Причем работал я больше на Советский Союз, чем на Россию. Вот. У меня своя точка зрения, я не буду ее озвучивать в эфире, потому что мне еще в Россию обратно лететь. Короче, ребята, не заставляйте меня работать. Не заставляйте. Я на свою жизнь столько заработался. Вам и не снилось. Не, они просто считают, что видео сами по себе делаются, они появляются. Да, вот я почему и спросил, если человек кино снимает, он работает или нет. А вы знаете, что мне, чтобы сюда приехать, мне надо было заправиться. Мне надо было что-то обдумать в голове. Мне надо чесать языком нормально, чтобы вам было приятно слышать. Потому что если я начну говорить так, как я говорю, как я хочу говорить, вам будет стыдно, вам. Мне не будет стыдно, потому что я буду говорить так, как оно есть. Вот. Работать хорошо, когда ты работаешь на себя. Когда ты заработал одну копейку, но она твоя. Я ведь у вас не забираю деньги, правильно? Почему вы меня обзываете тунеядцем, там, кто еще, лентяем, да, что я пожрал, посрал и это самое, и сдох. Почему? Вы несправедливы, поэтому вы не правы. Вот. Все у нас идет так, как оно идет. Многие просто не понимают, как, что, почему, как вообще YouTube платит деньги. Платят деньги не человек, который смотрит, да, а рекламодатели, которые показывают свою рекламу на контенте, который мы делаем. То есть ту рекламу, которую иногда у вас бывает, да, если вы живете не в России, конечно, там сейчас невозможно рекламу увидеть. Да. А, допустим, если вы в других странах проживаете и смотрите YouTube канал какого-нибудь вашего любимого автора, и на этом канале выходит видео, на нем есть какая-то реклама. Вот за эту рекламу рекламодатель платит деньги в Google, да, а Google уже делится с тем, кто этот контент создает. То есть, грубо говоря, нам платят рекламодатели, а не сами подписчики. Ну да, так и есть. Вот. Так, надеюсь, я объяснил. Объяснил. Боб Синклер тут всякую... А он всегда пишет всякую. Да. Ну, это один. Вот, 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 интересно. Так, а что наши фрукты там дороже? Сливы, груши, яблоки. Говорят, что такие тропические фрукты надо есть, не смешивая. Короче, здесь можно яблоки купить, наверное, только и все. Я могу сказать, здесь продаются груши, продаются яблоки. А слив здесь нету, я не видел. Или мы видели. Нету слив? Нету. Ну, короче, то, что здесь растет, то мы и едим. Если захочется яблочко, можно купить, но их везут из Китая, что груши, что яблоки. Своих яблок груш здесь нету. Они не растут. Ай! А, 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 ай, сади! А, а, давай лапу-то, елы-палы. Что это, ковидные какие-то хероины. Не спор, зафиг. Хах. Хах. Ииии... Как ты? Нормально. О, что это? А, медицин. Медицин? Да. А, и что название? А, дала-пу-то. Дала-пу-то? А, а, этот каран? Да. Да. Да, этот каран. Да. Дала-пу-то? вот как приятно пижмой пахнет извиняюсь пижма да понюхай голопутный пижма пижма итак нам рассказали что у ребят теперь там две тысячи гектаров в горах и они будут высаживать деревья типа акации большие деревья вот тут таисия пишет степанова ваня не поняла где же подарок для баки фруктовое дерево он для вас сажает а подарком это нельзя называть не нельзя в общем подарок от хрена агарок у нас казаки так так бы называли что мы сказать знаете я могу сказать вот для меня подарок уже то что сын мой рядом майка рядом нет ничего не надо подарок это просто символ какой-то это может быть даже фантик от конфетки допустим красная зря какая-нибудь фабрика поэтому то что говорят ваши казаки мне по барабану честно говоря это мой сын он может править и слава богу он мне хоть это подарил почему потому что я обожаю лимон и их еб просто так как яблоки некоторые да и для меня дерево уже с плодами вот действительно подарок вам этого не понять вы там из казаки на житах на кубани живете поэтому вам этого не понятно как тут еще такой интересный вопрос да еще идите кто его знает что неужели о такой же не мечтали а вы знаете я вообще о жизни и мечтал и жили она такая да я вот думал что дом построю там женой там буду жить то ведь получилось так что мне пришлось уехать сюда разве я мечтал такой жизни нет а вы мечтаете о другой жизни о чем вы мечтаете вы такой вопрос задали до живем и не пойми что а вы то что едите я хоть знаю что и ем я пошел свежую рыбу купил я тоже приготовил съел я ем так свежий у нас холодильник то видели такой вот такой вот маленький так тут же еще вопрос от арт-плейнер дед валяется на полу в темной каморке без окна без воздуха ван тебе не жаль отца вы со своем майка вы доконаете это смотря кто кого доказает вы же меня не знаете я потому там василию потому что я борьбов я же порву как тузи грелку всех спасибо смешной конец сначала смешно писали что ты типа живешь комнаты нету теперь у тебя комната появилась до своей раньше в деревне жил да у меня был целый дом под задницей это я спал на полу это уже под конец поставил кровать потому что по мне пробежала крыса я сказал все хватит давай еще долгое путешествие по помойке в как без помойка план а вы знаете что я и в африке был да и причем на море был и абхазии был такой я вам скажу что одну вещь помойку я видел в абхазии вот там реально помойка вдоль дорог такая помойка мама не горюй поэтому здесь по сравнению с абхазии да здесь вообще вылезано и если вы обратили внимание колью говорит что я по помойке хожу вдоль дорог здесь цветы сажают они мусор раскидывают ребят вот мы специально ездим до увидели что говнище валялась вдоль дорог как у нас там памперсы валяются в россии до в кустах целые мешки говна по навалены а пляже посмотрите видлицкий пляж заедите два посмотрите ради интерес карелии а потом говорите где нас роман за собой следите помойка я сижу тут балдею свежим воздухом дышал он не горит я помойки живу то вы в помойку сами сделали и убирать не хотите с собой собственный срач так ладно шоколова марина пишет почему отец хочет уехать ему что плохо там отец уедет обязательно уедет и возможно это будет очень скоро но это не факт что я уеду от детей что я хотел сказать думаете так ладно ребят мы будем закругляться округлятся округлятся что я хотел сказать всем большое спасибо за комментарии очень много хороших комментариев поступает вот есть и не очень хорошие вот мы в основном час не очень хорошие осветили но гораздо больше хороших комментариев добрых пожеланий спасибо вам большое что продолжаете нас смотреть мы в свою очередь будем стараться для вас сделать более интересный такой материал будут какие-то перемены в скором времени я думаю вам понравится ребят я сейчас сижу в облаке и дышу облаком так здорово всем привет всем удачи спасибо тем людям которые нам помогают в том числе материально я понимаю что это очень трудно поэтому я вам очень благодарен мы очень благодарны все майка в том числе спасибо вам большое всем удачи пока